сегодня 15 февраля вторник и вот о чем выпуске прожить на 6000 в месяц столько в крае стоит минимальный продуктовый набор проверяем как это неделю жить на минимальный набор продуктов в Ачинской больнице умер малыш из Ужура следователи возбудили дело на ужурских медиков подростки переименовали Ачинскую школу в гугл-картах смотрите чем грозит такая шалость самый дорогой продуктовый набор у нас в Сибири в Красноярском крае статистики посчитали насколько подорожал минимальный набор в него входят только необходимые продукты на одного человека без деликатесов спиртного и табачных изделий по этим подсчетам оказалось что Ачинец должен есть в месяц на 6129 рублей и первый вопрос конечно же горожанам а сколько они тратят на еду достаточно прожить человеку на 6 с копейками ну вы знаете если ужиматься то можно наверное а так если что-то не ужиматься это мало если конечно любить рыбу мясо конечно это 6 тысяч не влияет никак не ну одному человеку только на еду конечно одному конечно вот на какие-то базовые продукты наверное хлеб группы макароны да ну чё на них возьмешь а чё на них возьмешь на 6 тысяч фрукты уже не купишь чё на них можно взять они бы сами кто подсчитал пожили бы на 6 тысяч а вот вы сейчас могли бы на 6 тысяч но если только так на водичке на чайку и так чё-нибудь маленько ещё к чаю добавить выглядит минимальный набор достаточно грустно кстати его придумал ельцин в 92 году с тех пор он не менялся менялась только количество и цена в основе минимального продукта идет хлеб макаронные изделия овощи крупы молочные продукты и мясо кстати мясо суточная норма меньше 100 граммов яйцо каждый день есть не получится она на два дня пол яблока в день рыбы по цене и по весу хватит максимум на одну кисть а еще четыре конфеты соль чай и специи эти нормы определены с учетом научных рекомендаций чтобы народ был здоров готов к труду и бесклонности к ожирению стоимость продуктов рассчитывается и средних цен по региону реально ли прожить на 6 тысяч 129 рублей такой эксперимент ставит наш коллега николай чремных я уже посчитал в день не нужно тратить 204 рубля и 30 копеек уж не знаю что я смогу купить на эти деньги потому что по задумке тех кто это все придумал вообще этот минимальный набор продуктов я должен питаться и мясо и рыба и яйцами и молочными продуктами и хлебобулочными 204 рубля 30 копеек завтрак обед и ужин ежедневные отчеты как нашему корреспонденту живется на минималке покажем в наших выпусках а ачинцы давно признаются что вся зарплата у них уходит на обязательные платежи вроде коммуналки и кредитов и еду напомним повысить зарплату бюджетникам предлагает депутат заксобрания максим маркер в начале года стало известно что в краевом бюджете нераспределенными остались более 80 миллиардов часть этих денег маркер предложил направить на увеличение зарплат учителям библиотекарям тренерам работникам культуры и другим однако парламентские коллеги не поддержали народную инициативу а наоборот проявили коммерческий подход к миллиардам как и задумывало краевое правительство излишки денег положили в банке якобы на черный день по мнению маркерта за счет роста зарплат увеличилось бы и поступление подоходного налога в краевую казну повысилась покупательская способность населения оживилась экономика региона но нет краевые депутаты и чиновники решили что народу хвост от селедки а банкам миллиарды наталья сусанина анна ахметова александр сиделев вильдан калимулин новости телеканала а сам один светофорный объект пачинский стало больше сейчас сотрудники подрядной организации смэп доделывают последние штрихи уже возможно к вечеру пешеходный переход между микрорайонами шестым и третьим будет безопасным администрации ачинска пришлось оборудовать один из пешеходных переходов города светофором речь идет о зебре расположена возле 11 дома в третьем микрорайоне это пешеходный переход стал концентрации дтп за год на нем пострадало пять пешеходов включая двоих детей участок этот аварийный в темное время суток незаметно особенно в летний период когда густые ветви закрывают обзор водителям этим маршрутом пользуются все кто добираются в пятую школу или детские сады которые находятся на шестом микрорайоне как пояснили работники смэпа осталось его только подключить сам светофорный объект будет переключаться автоматически примерно такие же располагаются на перекрестке зверево свертлова по словам пресс-службы мэрии это не единственный объект в этом году планируется установить светофоры в юго-восточном районе неподалеку от 16 школы и по улице свертлова район бывшего магазина керама там отмечу уже имеется необорудованный пешеходный переход если ачинск получит дополнительное финансирование то возможно под обустройство светофоров попадут еще несколько участков в городе которые небезопасны для жителей ачинска рассказали в мэрии добавлю на сегодняшний день в ачинске 33 светофорных объекта она ахметова александр сиделев 3 канала са шансов выжить не было так комментирует смерть пятимесячной девочки главный детский врач александр третяков накануне сми сообщили что в ачинском центре охраны материнства и детства умерла малышка ее в нашу больницу привезли из ужура на обычной скорой сопровождении фельдшера к сожалению ребенок поступил в состоянии клинической смерти сразу же взят в реанимационный зал врачами реаниматологами анецезиологами проводились реанимационные мероприятия через 30 минут без эффекта и консультирована смерть третяков говорит что в таких случаях положено оборудованное для медпомощи в дороге машина и нужно предупредить о сложном пациенте по какой причине ужурские медики этого не сделали теперь выясняют следователи семья где погибла девочка проживала в деревне усть язык чуй ужурского района с 31 января 2022 года ребенка наблюдалось плохое самочувствие и признаки кишечной инфекции мать девочки неоднократно вызывала скорую помощь и педиатра при этом ребенок не госпитализировался впоследствии с ухудшением состояния здоровья ребенка женщина обратилась в инфекционное отделение ужурской городской больницы где отказали госпитализации и транспортировали в сопровождении фельдшера и матери на скорой без реанимационного оборудования и без оказания какой-либо медицинской помощи в больницу ачинска следователи возбудили дело за смерть по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей подозреваемых пока нет подростки переименовали школу в гугл-картах слово оскорбительное поэтому мы его не показываем руководство проделки стало известно накануне директор максим шпаков говорит уже сообщили в службу поддержки интернет ресурсов чтобы все исправили мы сейчас выясняем какой из учащихся мог совершить вот такое выпьющее нарушение это возмутительно и оскорбительно для учебного заведения поэтому социальные педагоги классные руководители психолог и работают в данном направлении когда выясним проведем работу с учащимся и с родителями ну и со всеми учащимися будет проведена работа по факту недопущения такого жертвой интернет вандализма стала только одна школа в ачинске но в конце года подобным образом развлекались подростки по всей стране так появились школы имени барби маргенштерна общежития колледжи без тараканов и другие по мнению шпакова это хулиганство по глупости и она продолжается пока есть бесконтрольность в интернете и мессенджерах уже есть примеры когда детские шалости стали преступлениями на днях каннский подросток получил пять лет воспитательной колонии за призывы к теракту еще двое лжеминеров школьников под арестом ждут приговора сегодня в полдень загорелся продуктовый магазин буренка что в юго-восточном районе возгорание по словам пожарных произошло из-за короткого замыкания холодильного оборудования пламя перекинулась на кровлю для того чтобы потушить огонь пожарным пришлось даже разобрать обшивку общая площадь пожара составила 15 квадратных метров в результате пожара пострадала обшивка стен потолочное перекрытие и товар внутри павильона на борьбу с огнем ушло около часа предварительная причина возгорания короткое замыкание электропроводки к счастью в пожаре обошлось без жертв и пострадавших не пропусти скоро открытие нового надо маркет все для дома по выгодным ценам выезд красноярских врачей с оборудованием бачин хирург и филиболог с большим стажем и квалификацией прием сузи удаление сеточек и звездочек на ногах удаление радиоволновым методом новообразований родинок бородавок вросшего ногтя отбор пациентов на операции в красноярске запись по телефону 303 33 медицинский центр трв ачинск 7 микрорайон 1b продается столовая заготовочная на 100 мест более тысячи квадратных метров в городе ачинске на промплощадке русалачинск асфальтированная дорога от шоссе стартовая стоимость 3 миллиона 200 тысяч рублей с ндс вся контактная информация на экране на пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности общая площадь 800 квадратных метров лифт два входа большая парковка обращаться по телефону 8 983 575 46 66 компания синт представляет интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду подбери свой тариф на выгодных условиях все подробности узнавайте на сайте в офисе оператора и по телефону 56 3 0 ватчинский горы электротранспорт на постоянную работу требуется системный администратор слесарь электрик мойщик уборщик подвижного состава монтёр пути машинист автовышки и автоподъемника начальник энергохозяйства предоставляется жилье и соцпакет обращаться по телефону 8 950 401 54 26 или по адресу город ачинск улица кравченко 40 корпус 1 продается трехэтажное нежилое здание площадью более пяти с половиной тысяч квадратных метров в городе ачинске на промплощадке русал ачинск асфальтированная дорога от шоссе стартовая стоимость 14 миллионов 900 тысяч рублей с ндс вся контактная информация на экране у тебя есть бизнес и ты не знаешь как продать утюг а может ты варишь вкусный кофе и о тебе не слышали просто закажи рекламу реклама на оси во всех социальных сетях и телевизоре поможем продать даже слона заболеваемость коронавирусом среди детей пошла на спад сегодня по данным центра охраны материнства и детства болеет триста тридцать три ребенка на пике максимум было больше тысячи из-за улучшения ситуации в детских поликлиниках возобновился плановый прием врачей однако по информации краевого роспотребнадзор ачинск и сегодня остается в тройке лидеров по числу заболевших а в целом по краю в госпиталях занято 90 процентов коечного фонда до конца Продолжение следует... ...должен быть готов к концу года. А затем музею еще нужно получить деньги на реставрацию. Это не меньше 80 миллионов. Что далее произошло? Я не знаю. Либо я уснула, либо неисправна с машиной. Я не знаю. Либо я отрудилась. Красноярске пьяная автоледи не смогла внятно объяснить инспекторам ГИБДД, как попала в ДТП. В госавтоинспекции рассказали, что 47-летняя женщина вылетела с дороги и врезалась в столб. Женщина явно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но от освидетельствования отказалась. Теперь автоледи грозит 40 тысяч штрафа и лишения прав от полутора до двух лет. В Норильске силовики задержали еще одного школьника-лжеминера. 14-летний парень подозревается в рассылке ложных сообщений о минировании социальных объектов в Волгограде. По заказу знакомого он за 10 тысяч отправил три сообщения с угрозами. Ранее сотрудники ФСБ задержали еще 13 подростков по делу о лжеминированиях по всей стране, а также организатора рассылок. Напомним, сообщения о минировании школ, садиков, торговых центров и других соцобъектов с начала года прокатились по всей стране. В Красноярске 23 января суд уже арестовал двух лжеминеров, которые рассылали сообщения о минировании. Двое других проходят как свидетели. Подросткам грозит до пяти лет тюрьмы. Почти две трети россиян сообщили, что у них нет сбережений и накоплений. Причем среди граждан от 45 до 59 лет таких без гроша за душой еще больше. Это результаты опроса в ЦИОМ. Из тех, у кого есть личная подушка безопасности, регулярно набивает ее меньше половины. За последний год опустошили свою кубышку полностью и почти тоже около 30% опрошенных. Очень немногие, у кого есть заначки, затруднились ответить, как они копят деньги и откуда они у них берутся. В Ачинске продается дом со Сталиным. Про хозяина, который у себя перед усадьбой поставил памятник вождю всех народов, новости ОСА рассказывали летом 2019-го. Александр Семижонов тогда объяснил это любовью к истории страны. Бюст специально выписывали по заказу. Вместе с сыном выкладывали плитку и устанавливали памятник. Сегодня стало известно, что коттедж выставлен на продажу. Семья переезжает. Как рассказал владелец, за памятник наценку не делает. Но если покупатель будет против бюста, готов демонтировать его. В этом случае, говорит Александр, Сталин пойдет на новое место. Хозяин готов передать его и городу. Но пока никто особого интереса не высказывал. Дом с памятником Генсеку продается за 5 миллионов 200 тысяч рублей. Спонсор прогноза погоды – Гоббис. Надо мясо. Едем в Гоббис. Стейк из рульки в 125 рублей за килограмм. Ждем вас в мясных дискаунтерах Гоббис. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok